МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 августа 2012 года в Солнечной системе произошло историческое для всей Земли событие. На поверхность Марса опустился американский аппарат-разведчик Кьюриосити, или любопытство. Считается, что он вскоре должен дать ответ на вопрос, какой была жизнь на Красной планете и сохранилась ли до наших дней. Робот Кьюриосити размером с небольшой автомобиль стал самым большим, дорогим и совершенным из марсоходов. Его миссии рассчитаны на два года, и за это время он должен пройти около 20 километров. Найти следы жизни на Марсе ученые планируют с помощью российского научного прибора ДАН. Это нейтронный детектор, который просветит поверхность Марса до глубины одного метра. Таким же образом и тоже с помощью российской техники ранее на Марсе был найден слой подпочвенного льда. А вода – это залог существования жизни. Весь мир с нетерпением ждет новых сообщений от НАСА. Изучение Марса всегда таило в себе множество опасностей и загадок. Слишком много аппаратов, отправленных туда, гибло при загадочных обстоятельствах. Много странных снимков непонятных объектов было сделано случайно. Сегодня никто не может предсказать, чем на этот раз обернется для землян их любопытство. Точно так же никто не мог предположить, какие события последуют за первой официальной попыткой землян связаться с внеземными цивилизациями. 16 ноября 1974 года радиотелескоп Варисиба отправил сигнал в сторону созвездия Геркулеса. В сообщении содержалась основная информация о людях – базовые химические элементы, рисунок ДНК и фигурки человека, модель солнечной системы и схема телескопа. А 20 августа 2001 года на пшеничном поле возле британской обсерватории в Чилбултоне появились рисунки из полегших колосьев. Изображения были видны только с большой высоты. Одно из них – лицо гуманоида. Рядом картинка, похожая на послание землян, но в ней имелся ряд отличий. Состав и форма спирали ДНК другая. На месте человеческой фигуры был гуманоид в метр ростом, с большой головой и длинными руками. Их Солнце вдвое меньше нашего, вокруг вращаются 9 планет, из которых 2 заселены. Еще в послании указывались параметры антенны и самого сигнала для общения. Это и был ответ внеземной цивилизации на послание землян. Год спустя там же, возле обсерватории в Чилбултоне, возникло огромное изображение гуманоида в рамке и круглого диска диаметром около 50 метров. Это послание содержало текст, записанный с помощью американского стандартного кода для обмена информацией. Британское правительство поспешило объявить все эти рисунки подделкой шутников. Однако, чтобы сделать такое масштабное изображение, на поле из кругов пшеницы, необходима армия мистификаторов с инструментами, координация с воздуха и несколько недель. А картинки появились на серьезно охраняемой территории научного центра буквально за минуту. Агюст Мессен. Профессор теоретической физики Бельгийского католического университета в Левине. Член Бельгийского общества по исследованию феноменов воздушного пространства. Более 20 лет он исследовал НЛО. Сделать изображение на Челболтонском поле с помощью наших современных средств мы не способны. Мы даже не можем предположить, смогли ли они это сделать из космоса, на расстоянии, или же прилетели сюда. Тут мы бессильны, и иллюзией будет считать, что нам удастся это с помощью нашей техники объяснить. Американский стандартный код для обмена информации это способ передачи текста через цифровые устройства. Так пишутся все программы для компьютеров. Специалистам не составило никакого труда расшифровать послание от лица гуманоида. Оно было ободряющим, но не особенно информативным. Вот что там было записано. Берегитесь приносящих ложные дары и их лживых обещаний. Много страданий, но время еще есть. Добро рядом, мы противостоим обману. Конец связи. Если отбросить версию о космическом происхождении текста, то по сей день авторы послания остаются неизвестными. Но что, если мы предположим, будто внеземные силы действительно захотели с нами связаться? Тогда события приобретают логику. Если мы не знаем языка, на котором говорит адресат, то правильнее будет использовать универсальное средство коммуникации, математика. Мы сами сделали точно так же, отправив из Аресиба радиосигнал к далеким звездам. Но есть ли кому его принять? И как далеко от нас находятся разумные космические цивилизации? Что говорят об этом ученые и исследователи НЛО? Владимир Ажажа. Ученый, исследователь, офицер, подводник. Именно он по приказу главнокомандующего морского флота занимался сбором и анализом сведений об НЛО. Владимир Георгиевич уверен, его исследования позволяют утверждать, что Земля давно находится под прицелом внеземных цивилизаций. Более того, он сам видел необъяснимые явления прямо из окна рабочего кабинета в одном закрытом московском институте. Рядом с облаком висел черный, черный, меняющий тональность, но сохраняющий контуры летающей тарелки, овального тела, диск. И вот тогда я, снимая телефонную трубку, звоню секретарю, я говорю, срочно прибегай к нам. Он прибегает к нам, и мы вместе смотрим на этот диск, и все смотрят на этот диск. И у меня спрашивают все, а что будет дальше? Откуда я знаю, что будет дальше? К тому времени Владимир Ажажа уже встречался с описаниями НЛО и понимал, что вряд ли эти корабли созданы людьми. Но окончательно убедила его в этой мысли странная мистическая встреча с настоящим пришельцем. Исследователь был в поездке по следам приземления НЛО. На месте ему ничего не удалось увидеть, кроме круга обожженной травы. И все же что-то там было не так. У Владимира Ажажи осталось странное чувство, что на месте посадки летающей тарелки кто-то наблюдал за ним. С этим неприятным ощущением он зашел к себе домой. Войдя в прихожую, я каким-то чувством восьмым понял, что в квартире кроме меня кто-то есть. Исследователь не испугался, включил везде свет и пошел по комнатам. В коридоре было чисто, в зале тоже никого. Я открываю дверь в кухню, и у подоконника стоит странное существо с большой головой, с изначально большим мозгом, так сказать, если считать, что под черепной коробкой скрывается мозг, с раскосыми глазами, с ничтожным маленьким носиком, с какими-то контурами губ, их нет, практически этих губ, с тоненькой шейкой, который спокойно и как-то жалобно смотрел на меня. Это был классический пришелец из вида серых. Все видевшие таких дают примерно одинаковое описание. Рост полтора метра, огромные черные глаза, ниточка рта и некие намеки на ноздри. Он стоял у окна и просто смотрел на хозяина квартиры. Владимир Ажаржа, повинуясь неосознанному чувству, попытался схватить незваного гостя. На ощупь серый пришелец был холодный, тонкий и легкий. Но инопланетянин сумел ускользнуть и взлетел вверх по лучу света, бившего окном. И вот тут-то меня охватил столбняк и я понял, какую я возможность упустил. Начиная от диалога, включая созерцание, наблюдение, что я поступил негостеприимно, что надо было как-то расположить и так далее. Ну, в основном, такой факт был. Но что говорят об НЛО ученые? Не стоит думать, будто наука никогда не занималась исследованием этого феномена. В первую очередь, сбор и изучение фактов появления неопознанных объектов вели военные эксперты. В США все началось с проекта ВВС «Голубая книга», который возник в конце 40-х годов. СССР тоже не отставал. Минобороны вело собственную засекреченную программу исследований «Сетка». Она просуществовала с 1978 по 1991 год, пару раз изменив название на «Горизонт» и «Галактика». Первое время программа шла с параллельным проектом Академии наук. Цель была одна, только военные и гражданские ученые опирались на разные источники информации. Сейчас стали известны документы, из которых следует, что в появлении НЛО не было иллюзией, что НЛО это технические устройства, причем внеземные, и что мы не способны создать такую же технику. Но в то время, когда шла гонка вооружения, некоторые сочли нормальным утаивать то, что содержало в себе огромный технический либо военный потенциал. Точно так же поступали и в СССР. А в итоге сегодня никто из официальных лиц не способен признать, что это утаивание лишь осложнило многие вещи. Иллабранд фон Людвигер немецкий астрофизик. Тяга к звездам досталась ему по наследству. Отец Иллабранда был знаменитым ученым, который работал с Вернером фон Брауном и Германом Обертом в области создания новых ракетных двигателей. Эпоху освоения космоса он не застал, но сын продолжил его дело. Свою карьеру он начал в обсерватории в Бамберне, затем был системным аналитиком космических исследований, занимался управляемыми летательными аппаратами. СМИ почему-то считают, что астрономы никогда не видят НЛО. Еще как видят, только молчат об этом. В обсерватории в Бамберге в 60-е годы мы наблюдали за переменными звездами. У нас был такой каталог со снимками на пластинах из стекла, на одной из которых был запечатлен удивительный объект. По форме он напоминал фасолину. Никто не знал, что же это такое. Я пошел к моему начальнику, спросил его, а он, ах, это надо стереть, это лишь сбивает с толку студентов. Наука стремится в первую очередь к знаниям, но не к правде. Наука хочет познать что-либо, постичь это, а вещи, которые не укладываются в теорию, этой науке притят. Интерес фон Людвигера к космосу всегда соседствовал с поисками ответа на вопрос, что же такое НЛО. Сам ученый наблюдал странные аппараты в небе трижды. Он прекрасно понимал, что видит не редкое атмосферное явление и не астрономический объект. Однажды это был диск, который летел под облаками в противоположную ветру сторону. Потом сигарообразный корабль, который проделывал фантастические маневры и затем разделился на несколько частей. И, наконец, некая гроздь разноцветных шаров, напоминающая виноград. Имеются данные четырех исследований двух американских советских, а также французских, профинансированных правительствами этих стран. Это данные в общей сложности от 1187 случаях НЛО, не поддающихся никакому объяснению. Например, когда неопознанные объекты приближались к очевидцам на очень малое расстояние, метров на 300, когда эти объекты влекли за собой физические изменения в окружающей среде. Причем, все высказывания очевидцев выглядели предельно убедительно. Кстати, Академия наук в Москве сообщила тогда о 460-480 случаях из этих 1187. Среди ученых, которые задумываются о природе НЛО, есть несколько версий их происхождения. Долгое время считалась правдоподобная гипотеза, что все эти объекты плазменное образование. НЛО по пока невыясненной причине применяют плазменные волны, ионизирующие гораздо сильнее, чем это необходимо. Последствия этого напоминают последствия атомного излучения, так как ионизируются ткани тела. Однако такие случаи чрезвычайно редки, и ими можно было бы пренебречь, хотя важно знать, что нападать на НЛО не стоит. Это объясняло немыслимые с точки зрения земной физики маневры неопознанных объектов, а также их неожиданное появление и исчезновение. Однако по мере накопления материала исследователи были вынуждены отказаться от плазменной гипотезы. Очевидная гипотеза напрашивается сама собой. Гипажи НЛО это инопланетяне. Да, для изучения НЛО нет разницы, инопланетные это объекты или же засекреченные земные технологии. Однако имеется множество оснований полагать, что инопланетная гипотеза верна. Она между прочим еще и самая простая. Это первое, что приходит на ум едва ли не каждому. Тогда возникает вопрос, почему они прилетели к нам? Стали известны случаи высадок экипажей на землю, похищения людей или общения пилотов НЛО с землянами. Сегодня научное сообщество склоняется к идее, что мы видим корабли наших потомков из будущего. В ее пользу говорит поведение пришельцев. Они не вступают с нами в контакт, чтобы не изменить прошлое и соответственно свое будущее. Илабрант фон Людвигер считает, что НЛО это аппараты чужих. И это пришельцы либо с далеких планет, либо из иных измерений. Опять же, если считать их инопланетянами, то их пришествие на землю было бы опаснее, чем посещение землян гостями из будущего. В случае с представителями будущего от них не следует ждать вообще никакой угрозы. Но если кто-либо, посещая землю, калечит наших животных, наш скот, выкачивает у них кровь, а подобных случаев были десятки тысяч по всему миру, то это не очень хорошо. Другой источник этих инцидентов выявлен не был, а вот связь между обнаружением НЛО и порчей скота установлено. Панику нагнетать не стоит, но мы в любом случае должны оставаться бдительными и не мириться со всем происходящим. Пришельцы калечат скот, забирают для опытов людей, воруют воду и полезные ископаемые. И похищенным никто не верит. В США и Австралии людей похищают через окна домов с помощью светового луча. Родственники и соседи некоторых видели, как это происходило. Часто жертв бросали через несколько часов в сотнях и даже тысячах километров от дома. Человек не способен преодолеть такое расстояние. И это самый главный аргумент в пользу правдивости происходящего. Что на территории Соединенных Штатов контакт, неважно с кем именно, но явно с человеческими формами разумной жизни, происходит каждые 20 минут. Каждые 20 минут где-то происходит какой-то контакт. Это только на территории США. Это что получается по всему миру. Получается, что мы полностью накреты келопоком. Вся планета накреты келопоком. Даже если хотя бы один процент сообщений желтой прессы о похищениях инопланетянами является истиной, картина получается безрадостная. Похоже, на Земле и в ближнем космосе орудуют десятки видов пришельцев, каждый со своими технологиями, интересами и условиями. Они ведут здесь такую активную деятельность, что остается загадкой, почему множество людей все еще не принимает информацию об НЛО всерьез. Эти путешествия совершаются не для того, чтобы завязать контакты между нациями или планетами. Их истинное предназначение нам неизвестно. Возможно, они что-то здесь ищут и хотят забрать к себе. Но они прибыли вовсе не для того, чтобы уведомить человечество о своем существовании. Это вовсе не их цель. Контактерам и похищенным в ответ на расспросы пришельцы иногда сообщали, что человеческая раса уникальная и неповторимая. В нас изначально заложены качества, необходимые для совершенного существа. Как написано во всех религиях, мы созданы по образу и подобию Божьему. И в каждом из нас частица Создателя. То есть бессмертная душа. Вот мы на земле обладаем свободой и роли. И в этом, видимо, отличается человечество от очень многих других цивилизаций, которые по неизвестным мне причинам, я даже не хочу договориться, не обладают свободой. Если предположить, что все рассказанное очевидцами правда, почему же у столь высокоразвитых существ, которые сумели преодолеть межзвездное пространство или путешествуют между измерениями, нет свободы воли? Исследователи феномена НЛО склоняются к мысли, что все пилоты НЛО, которых удалось увидеть людям, это роботы. По описаниям очевидцев выделяют 10 самых распространенных видов пришельцев. Они делятся на две группы, относительно безопасные для человека и те, от которых нужно бежать подальше. К мирным существам относятся космические карлики, небольшие существа с сероватой кожей и черными мендоливидными глазами. Люди в черном, очень похожие на нас бледные субтильные мужчины. Нордические красавицы напоминают симпатичных женщин, инсектоиды похожи на больших насекомых и биоандроиды роботы-исследователи нашей планеты. Это могут быть самые разные существа. Самые важные из них гуманоиды, то есть похожие на людей, владеют нашей речью. Говорят по-русски, по-английски, по-немецки. Иногда их речь звучит как-то странно, но не настолько, чтобы считать ее инопланетной. Кроме того, есть маленькие серые существа, которые вообще не говорят. Люди понимают, что они хотят без слов. Они осознают это, но это нельзя считать прямым общением. Другие пять видов опасны для человека. Рептилоиды, то есть ящерообразные, серые, похожие на космических карликов, но значительно больше. Остроухие, от людей их отличают только характерные уши. Трубчатоносые, почти человеческого вида, с закрученным в трубочку носом, по форме, напоминающим улитку. И гуманоиды кровососущие, очень маленькие, типа насекомых. Есть еще и такие, которые внешне совсем не напоминают людей, но в то же время не выглядят, как робот. По статистике очевидцев, в 60% случаев наблюдали маленьких серых, в 20-25% гуманоидов, в остальных самых разных существ. И каких-то карликов, и похожих на рептилий, и насекомоподобных. Так их описывали. У нас были небольшие серые существа, а также гуманоиды, но не рептилии, и насекомоподобные. И общались они с людьми не с помощью речи, а путем телепатии. Владимир Замароков всю жизнь проработал в авиационно-космической отрасли и параллельно исследовал аномальные явления. Ученый собрал внушительное досье на пришельцев, в том числе на людей в черном. Исследователь уверен, что все это не мыслящие существа, а роботы. Целый ряд сообщений землян есть не только в нашей стране и других странах о встречах с людьми в черном. Мало того, у некоторых этих людей какие-то приборы либо типа дипломата, либо что-то на груди, какой-то пульт управления, либо что. Кроме того, через определенное время, когда то ли аккумулятор садится в этих приборах, то ли просто перестает этот прибор приобретать энергию из окружающей среды, они вынуждены покидать место встречи с землянами. Это говорит о том, что эти люди не просто биороботы, я сказал бы, даже с каким-то машинным оттенком люди созданы. Одного из этих странных субъектов Владимиру Ефимовичу довелось встретить лично. Еще в доперестроечное время он ехал в поезде дальнего следования и всю ночь рассказывал попутчикам про НЛО. А наутро... Остановился поезд вдруг на какой-то станции такой остановки не было. Никого практически на этой станции не видно. Ночь еще в 6 часов утра и вдруг к вагону подходит мужчина в черном и спрашивает «Вы проводник?» Я сказал «Нет». Незнакомец имел билет в соседнее купе, но вскоре явился к замороке под надуманным предлогом. Посидел, поучаствовал в общей беседе и вдруг предложил Владимиру Ефимовичу и его соседке по купе пересказать вчерашние истории про пришельцев. И вдруг как с магнитофонной лентой слово в слово наша беседа. Женщине это стало плохо. Она дверь из купе. Остальные заметили это за ней. Остался я наедине с этим мужчиной. Он на меня внимательно, я на него внимательно. И мне говорит давайте пойдемте по вагонам, вы будете мысли людей считать, я буду им рассказывать. К концу рейса в Москве подъедете, вы будете миллионером. Я так посмотрел, таким методом зарабатывать деньги никогда в жизни. Ему прямо сказал, никогда в жизни нет. До этого не скачусь. А что было потом, никто не помнит. Человек в черном внезапно исчез. С той поры еще долгое время Владимир Замарока обсуждал летающие тарелки только в узком кругу. Один странный случай произошел с женщиной, сельским почтальоном на юге России. Ее путь к одной деревне лежал через лес. Она шла и вдруг увидела над головой серебристую летающую тарелку. Аппарат быстро и бесшумно сел на опушке, вытянув три опоры. Почтальон спряталась за кусты и стала наблюдать. Открылся люк, оттуда вышли два гуманоида метра в полтора ростом и с зеленой кожей. Очевидец разглядела, что на руках у них по три пальца. Затем из НЛО появились пять очень больших металлических роботов с квадратными головами. Их тела были прямоугольными. Конечности заканчивались гусеничными шасси. Повинуясь, видимо, приказам гуманоидов, роботы вытянулись в линию и поехали в сторону леса. Когда они скрылись из виду, зеленые человечки сели в тарелку и улетели. А бедная женщина по тому лесу без провожатых больше не ходила. Этот рассказ можно было бы счесть фантазии, если бы не похожие свидетельства разных людей во всех частях света. И трех палый инопланет на руках и потрепают с трех палыми инопланетями с роскостными глазами, с вдавленными без переноса с вдавленными ноздрями, с узкими ртами. И существуют рядом с ними, не помимо них, а рядом с ними какие-то автоматические передвигающие системы, внешне человекоподобные. Это типичные роботы. Но эти роботы, по всем данным, которые находятся в подчинении у инопланет антрехпалых. Еще один случай произошел с жителями Кубани. На окраине станицы семья увидела посадку НЛО. Но это была не классическая летающая тарелка, а продолговатая машина длиной в 20 метров, похожая на большую сардельку. Она растянулась и оттуда выплыли три существа. Вот представьте себе, эти объекты, они имеют голову, они имеют тело, все это кожистое, явно кожистое, имеют две руки и две ноги. На руках у каждого по два пальца крючки, крючки, опять же кожистое крючки. Они зависают перед этой своей странной сарделькой, через за ними выплывают тоже два объекта оттуда сардельки. Взрослые попытались спрятать детей, но странные существа не обращали на них никакого внимания. Вслед за сарделеобразными инопланетянами из НЛО вылезли два стальных гиганта. Пока они парковались, жителям станицы удалось их хорошенько разглядеть. Круглые металлические головы, на которых просматриваются глаза, раскосые глаза, больше ничего сказать не могут. Металлические отсвечивающие тела, две руки и две ноги, на руках когти, металлические когти. Вот они этими когтями шевелили. Опустившись на землю, не обращая внимания на людей, эти металлические существа, эти роботы, развернулись и с очень большой скоростью по убереженской улице куда-то уехали. Кажется, подобные рассказы нельзя воспринимать серьезно. Все это порой очень смешно, если бы не было так страшно. Исследователи, которым доступна статистика появлений НЛО на всей планете, утверждают, инопланетные роботы практически хозяйничают на нашей планете. Я пришел к выводу, что все-таки кто-то создает биороботу. Эти биороботы летают и на неопознанных летающих объектах, и на машинах, автомашинах, которые великолепно без двигателей передвигаются над поверхностью земли. И те люди, которые пилотируют его или управляют этими летательными аппаратами, имеют необычный оттенок голоса. Я бы назвал его машинный какой-то, металлический не привкус, а звучание какое-то. Но если допустить эту идею, почему она не может быть правдой? На пути освоения космоса мы сами поступили бы точно так же. Сначала отправили бы роботов в неведомые космические дали. Гораздо проще, дешевле и удобнее отправить в космос автоматический зонд, чем экспедицию. Машины намного лучше справятся с этими задачами в суровых условиях иных миров. Но это должна быть очень умная машина. Сейчас начинают создавать летательные аппараты, которые будут управляться действительно механическими роботами. Летчики в них не будут сидеть, значит это какой-то прогресс. Действительно, после долгого затишья в исследованиях Луны туда вскоре отправятся именно роботы. Причем это будет первый частный луноход. Одна глобальная корпорация связи взялась за свой счет запустить новый аппарат к земному спутнику. Она на проект объявила конкурс. За право послать к Луне своего робота борются изобретатели из 29 стран. Мы планируем, что наш луноход окажется на Луне в 2014 году. Я думаю, что мы победим, но, конечно, борьба будет жесткой. Российская команда сильна. В ней участвуют проектировщики первого советского лунохода, чего у американцев нет. И создатели всерьез задумываются о том, какие задачи ставить перед селеноходом, чтобы его искусственный интеллект показал себя за пределами Земли. После того, как селеноход прилунится, он должен будет собирать образцы грунта и самостоятельно доставить их к посадочному модулю. Это нужно для того, чтобы ученые смогли определить характеристики грунта, а именно воду, замерзшую сейчас все ученые всего мира ищут на Луне. И после этого он выполнит собственно задачу конкурсов, а именно передаст видео высокой четкости, фотоизображения, которые заданы комитетом конкурса заранее на Землю. Также ему необходимо пройти 500 метров. Это минимум. Если луноход проходит их, то он уже может получить первый приз. первый советский луноход весил 750 килограммов и был очень простым. Этот аппарат весит меньше 5 килограммов и заряжен весьма сложной аппаратурой. Селеноход один из первых носителей искусственного интеллекта, предназначенных для работы на других планетах. Искусственный интеллект это некоторая способность животных или машин достигать определенные результаты в каких-то новых ситуациях. То есть чем представим себе какой-нибудь марсоход, который попал на Марс. И инженеры не могли предусмотреть, с какими неожиданными ситуациями он там столкнется. Там, далеко за орбитой Земли, умной машине придется надеяться только на себя. Селеноход должен будет сам найти единственное верное решение, как выбраться из сложных обстоятельств и отправить домой бесценные данные. Это корпус, который позволяет электронике функционировать в вакууме и в жестких перепадах температуры от плюс двухсот до минус двухсот. Солнечные батареи, которые питают луноход энергией, лазерный длинномер, штанга с стереокамерами антенна и колеса и подвеска. Это наш первоначальный вариант, однако мы в дальнейшем отказались от него. Мы перешли к луноходу на лыжно-шагающем принципе. Лыжно-шагающий принцип это нечто среднее между движением лыжника и лягушки. Создатели уверяют, что этот способ движения придаст аппарату небывалую проходимость. Селеноход сможет передвигаться по изрезанной поверхности луны и одновременно передавать видео. А документальные фильмы с луны можно будет смотреть в трехмерных кинотеатрах. Впрочем, робот, пусть даже очень умная, но все же машина. При освоении иных миров могут возникать ситуации, где не справится электронный мозг. Но даже если мы не можем жить там в своем собственном теле, наш разум все же не ограничен в средствах. Уже сегодня есть технология, позволяющая использовать на расстоянии цифровой слепок человека или аватар. Ну, назовем это аватар первого поколения, нулевого, альфа-версия. Эта штука, в общем-то, в данном случае с моим лицом может быть представлена где угодно, и если этой штукой буду управлять я, то ее даже будут воспринимать, наверное, как меня. В дальнейшем это будет движение рук, которым я смогу вызвать лифт для перехода с этажа на этаж и, так скажем, движение головы, чтобы можно было кивнуть, сказать нет категорически. Такие зазывалы, как называет их сам разработчик, могут применяться в магазинах и на выставках. Они легко привлекают к себе внимание и выдают справочную информацию большому количеству людей. Впрочем, это не главные функции для робота-менеджера. Побывать на слете выпускников школы, когда физически я в этом городе быть не могу. Побывать на симпозиуме, посвященном какой-то проблеме, где я могу взять подобную вещь в аренду и побывать там практически полнофункционально. При установке стереокамеры я могу видеть все в объеме. То есть, по сути, мои ощущения, ограниченные зрением и слухом, вполне полноценные. Пока не могу ничего понюхать, пока не могу ничего попробовать на вкус. Ну, и пощупать тоже весьма условно, только на основании датчиков, которые встроены в руки и в ноги, и в места, которыми он двигает. Представьте себе лекцию, вечеринку, концерт или симпозиум, где среди людей сидят их цифровые аватары. Еще не робот, но уже не вы. Т-1, как мы ее назвали там условно в компании. И, значит, после того, как она выступила, ну, к ней появился определенный интерес, ну, между тем, возникло желание пойти дальше. Возникло желание сделать робота для дистанционного взаимодействия. Для того, чтобы можно было, находясь в другой стране, находясь там в другом конце мира, можно было побывать в каком-то месте, где у тебя есть вот этот вот аватар, как это сейчас называют воплощение. Была выпущена модель Т-2, сугубо прагматичная, но, надо сказать, эффект был интересный. С одной стороны, эта штука нравилась, но, с другой стороны, не было, так называемого, вау-эффекта. Но даже если человечество вырвется в космос, вряд ли исследование других миров будет носить чисто научный характер. Цивилизации нужны полезные ископаемые и новые площади для обитания. Это будет чисто техническая разведка. Вдруг загадочные маневры НЛО, нарушающие законы физики, потому и возможны, что все это иллюзии, цифровые проекции, аватары, корабли и существ. Страшно себе представить, кто же тогда ими управляет на самом деле. Ведь, скорее всего, они тоже созданы по образу и подобию оригиналов. И все же не хочется допускать мысли, что поведение НЛО на нашей планете это разведка перед боем. И десантом высажены как раз разумные машины, биороботы. Чем все это может закончиться? Концом света естественно. Потому что если произойдет кровопролитие, если произойдут войны, одни биологические роботы будут сражаться с другими биологическими роботами. Ну, как всегда это было, две армии, три, четыре армии и пять. Естественно, в это будут вовлечены и хозяева жизни, люди. В конце концов, это закончится тем, что биологическая жизнь Земля прекратится. Естественно, потому что биологические творения уймутся, пока друг друга не уничтожают. А не уничтожают друг друга. Совершенно естественный процесс. Военными стратегами давно рассматриваются три вероятных способа инопланетного вторжения. Один, прилет монстров, вооруженных неведомым сверхмощным оружием, уничтожение всех людей и переоборудование планеты под иную форму жизни. Второй, вселение в человеческое тело чужого сознания с помощью компьютерного чипа или неизвестной психотехнологии. Третий, незаметное проживание среди людей и пропаганда идеи, что человек одинок во Вселенной. Возможно, все эти три компонента слагаемы одной дьявольской идеей. НЛО могут не подчиняться законам земной физики еще и по другой причине. Взгляните, объекты могут резко менять скорость от нулевой до сверхзвуковой и траекторию движения под немыслимыми углами. Так, любой диск или шар подобного рода может поменять траекторию полета на 90, а то и 180 градусов и одновременно увеличить скорость до сверхзвуковой. Человек не выживет в таких условиях. И вдруг, как говорят, неожиданно в одном месте через определенное время с нашей точкой зрения переместиться на определенное расстояние с нашими скоростями невозможно. При появлении НЛО замедляется или ускоряется время. Но самый поразительный элемент НЛО управляемые лучи. Они бьют из днища кораблей. Бывают разных цветов и назначений. Этими лучами поднимаются и забираются на борт порой сквозь любые стены и преграды все механизмы животные и люди. Бывают лучи сканирующие, отражающие, атакующие. Что, если все это свидетельство существования иной реальности? Некой глобальной матрицы, в которую вписан весь наш мир. И лишь тот, кто ее превзошел и оказался над нею, может делать с этой реальностью все, что угодно. У нас история северской цивилизации распадается на два периода. До того, как вспыхнула электрическая лампочка и после того. То есть после того, как был открыт магнитный эффект. Потом мы уже сообразили, что вообще все умирится просто комбинацией электромагнитных полей. Но история началась с электрической лампочки. Все дальнейшее это бесконечная цепь научных открытий, поиск нового и все время поиск на понарачивание нового и нового. Есть открытие, которое может иллюстрировать эту теорию. Молодой ученый из Астрахани Максим Каманин создал искусственный цифровой мир и ворочает им одним прикосновением. Когда можно прямо в воздухе выбрать, например, напиток в кафе, когда можно прямо в воздухе играть в игры и одновременно же видеть сквозь изображения все остальное. Это, по сути, дополненная реальность. Еще немного и интерактивные трехмерные голограммы прочно войдут в нашу жизнь. Вы сможете общаться не только слыша на расстоянии голос собеседника, но и глядя на его трехмерный облик. Оставлять сообщения в виде записи своей голограммы. Это не совсем аватары, но полная цифровая копия вашего облика. Максим Каманин положил начало слиянию виртуального и реального мира. Это симбиоз искусственного разума и нашего обихода. Его изобретение так называемый дисплеер. Безэкранный дисплей или управляемая проекция вещей. Хотелось сделать действительно такое серьезное, значительное, что использовалось бы людьми. Мы с другом общались и думали, что же будет в будущем. В будущем будут машины летать. В принципе, это разумно предположить, что это когда-нибудь будет. В будущем будут физически принесаемые изображения, в будущем ими можно будет управлять. А почему же просто не начать делать то, что мы действительно знаем, что будет? Технология дисплеера на первый взгляд до гениальности проста. Специальный аппарат распыляет в воздухе мельчайшие частицы воды. Это облако абсолютно сухое и выдерживает большие перепады температур. На нем, благодаря аэродинамике, прямо в воздухе создается экран. Его можно трогать. Потоки воздуха огибают вашу руку и соединяются вновь. И изображение не рассекается. На него проецируется любая картинка с помощью любого проектора. И с помощью специальных датчиков, камеры компьютерного зрения и особой программы вы управляете этим изображением и даже чувствуете это. Здесь ты действительно больше работаешь не пальцами, а кистью руки. А кистью руки это самый подвижный, самый естественный и самый подвижный механизм человека. Кистью руки более функциональна, чем просто пальцы. И за счет этого мы можем более четко идентифицировать и чувствовать именно сам физический процесс. Дисплеер настолько чувствителен, что может даже напечатать текст. Пальцы при этом останутся абсолютно сухими, хотя расход воды в час достигает полутора литров. Пока изобретатель предназначает свой аппарат больше для развлечений. А как он реально изменит нашу жизнь, будущее покажет. Так неужели чужеродные роботы рыскают по нашей планете, а мы легкомысленно считаем все эти истории байками и ничего не предпринимаем в ответ? Мир не слышит отдельных голосов тех, кому довелось столкнуться с НЛО и считает технологии, описанные очевидцами, невозможными. Однако мы сами идем точно по тому же пути. Есть даже версия, что часть современных технологий была тайно передана людям представителями внеземных цивилизаций. Эта история якобы берет начало в 1947 году. когда в США в местечке Розуэлл, штат Нью-Мексико разбилась летающая тарелка. Уже тысячи раз звучали заявления, что там потерпел крушение секретный разведывательный зонд. Но тысячи людей продолжают верить в НЛО. Я лично никогда не верил в этот случай. Но я хорошо был знаком с астронавтом Эдгаром Митчеллом, а он рос в Розуэлле. И вот однажды мы ужинаем вместе, разговор коснулся Розуэллского инцидента, и он заявляет мне, Эрих, крушение НЛО в Розуэлле было на самом деле. Я его спрашиваю, как же так? Ты же сам был астронавтом и все время говорил мне, что ни разу не видел НЛО. А он мне, а я и не видел их как астронавт. Но я присутствовал на нескольких совершенно секретных совещаниях. Там были астрономы, сотрудники спецслужб, и речь там шла о Розуэлле. И как астронавт я был обязан хранить тайну. Но теперь я на пенсии, мне все равно. Так вот, крушение НЛО в Розуэлле было в действительности. Исследователи считают, с 1947 по 1952 год 16 инопланетных кораблей разбились или совершили вынужденную посадку в США. Американские военные заполучили 65 трупов внеземных существ, и один пришелец был взят живым. В 1953 году президентом США стал генерал Дуайт Эйзенхауэр. Тогда же в США было сбито или потерпели крушение еще 9 летающих тарелок. На секретные базы попали еще 26 трупов пришельцев и 4 пленника. Ими занялась сверхсекретная структура Маджестик 12. Затем на орбите Земли возникли крупные космические корабли. Они установили радиоконтакт с правительством США. Пришельцы утверждали, что их планета умирает и им негде жить, потому они просят у Земли немного жизненного пространства. 21 февраля 1954 года на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии президент Эйзенхауэр встретился с инопланетянами и подписал с ними исторический договор. Он предусматривал невмешательство сторон в дела друг друга. Инопланетяне обязались передать американцам некоторые технологии. Взамен они получили право похищать граждан США и вести над ними опыты. Разместить незваных гостей пришлось на подземных базах, поскольку их существование было решено не афишировать. Также были созданы две базы, где инопланетяне работали вместе с людьми. Там шел обмен технологиями. В итоге получается некий внешний разум отправляет нам послание в виде кругов на полях, используя принятые нами математические коды и системы. Нам дали понять, что он знает пароли и видит ориентиры. И где бы он пока не находился, в параллельном мире, сверх реальности или просто на другой планете, ясно, что скоро переберется сюда. Субтитры подогнал «Симон»